КАЛУЖСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕК Добро пожаловать в комнату сказок, туда, где живет наш библиотечный домовенок Кузька. В период самоизоляции и закрытия библиотек передо мной встал вопрос, как же продолжать общение с читателями и как теперь читать? Ну что же, всем мне нам хотелось поверить в сказку, и сказка случилась. Я подумала, а что если наш домовенок Кузька перестанет сидеть на печи и отправиться в сеть, в интернет, и теперь каждый ребенок сможет с ним пообщаться? Ну что ж, сказано, сделано. Кто такой Кузька? Кузька это тот же ребенок, который знаком с детьми и который любит все то, что любят дети. Он веселый мальчишка, и он точно знает, что все будет хорошо. А главное, если рядом есть семья, то не страшно абсолютно ничего. И теперь Кузька стал нашим другом. Видеожурнал представлен в трех рубриках. Волшебная лаборатория, мастерская Кузи и кулинарный блок. В волшебной лаборатории домовенок Кузи знакомят ребят с книгой Белькова «Веселые научные опыты», где каждая серия – это наглядная демонстрация опыта, описанного в книге. В мастерской Кузи он показывает, как легко можно сделать интересные вещи своими руками. Тематика каждой поделки абсолютно разная. Ну а поваренок Кузи – это кулинарный видеоблог, где Кузя показывает, как можно приготовить несложные и любимые детьми блюда даже им самим, а еще лучше – всей семьей. Все серии проекта Кузи онлайн публикуются в социальной сети ВКонтакте, а также размещаются на видеохостинге YouTube на нашем канале «Калужская областная детская библиотека». А теперь я вам покажу, как мы с Кузей работаем в нашей мастерской. Ну что, смотрите, впереди у нас что? Новый год. И я решила, как бы нам сделать интересную елочку. Итак, идея есть, остается ее воплотить. Ну что, отправляемся в лес? Ну что же, для деревянной елочки нам нужно, собственно, дерево. Отправляюсь в ближайший лесопарк. О, какая удача! Целая куча упавших веточек. Вообще, Кузя очень любит работать с природными материалами, ведь они уже сами по себе красивые и экологически чистые. Так, ну что, палки подошли мне по нраву, длинные, ровные, хорошие. Как раз то, что нужно нам для этой нашей елочки. Это как раз то, что нам нужно. Редко бывает, что в самом начале пути найдешь целую кучу нужного материала. Отлично! Я довольна! Ну что, это как раз то, что нам нужно. Вот эти большие ветки. Это они нам пригодятся для того, чтобы создать большую елку. Вот так вот. Класс! Я вообще, я довольна. Это большая удача! Класс! А теперь осталось привести в порядок наши красивые веточки. Беру секатор, ну и формирую будущие заготовки для нашей елки. Так, я решила, что нижняя ветка будет сантиметров 30. Ну а дальше по убывающей все короче и короче. Процесс интересный, веселый. Ну что ж, готовимся. Вот, что у меня получилось. Почему я называю этот этап самым сложным? Потому что на бумаге всегда все красиво. И когда ты начинаешь снимать, сталкиваешься с огромной кучей каких-то нюансов. Вот у меня есть такой штатив. В данном случае я буду вести съемку на мобильный телефон. Все вроде бы установлено. Так, так, так. Нужно, как обычно, выбрать освещение. В зависимости от времени. Либо это искусственное освещение. Либо открываю все окна. Угу. Готово. Так, ну как обычно мне не обойтись без моих помощников. Потому что съемки происходят дома. Я вот расстилаю такой кусочек обоев. Это очень интересный, красивый фон. На котором все поделки смотрятся выигрышно. Так, настраиваю камеру. Фокусировка. Все хорошо. Свет. Отсутствие тени. И все прочее. Ну что же. И опять-таки, чтобы посмотреть, как это получится, сначала нужно это дело разложить. Так, я выкладываю те элементы, которые будут. Потому что в начале видеоролика, как подсказка, у меня выходят те предметы, которые нам понадобятся. Угу. Так, все отлично. Как правило, это кадр, пауза, кадр, пауза. Ну и вы увидите, как это в целом будет получаться. Так, вот нам в данном случае нужны будут палочки, секатор, ножницы и веревка. Угу. Вот тут я понимаю, что не влезает. Она как-то, эта длинная 30-сантиметровая палка у меня в кадр. Значит, нужно думать что-то другое. Так, выше, ниже или под другим углом. Ну, это процесс творческий. Так, ну, разберемся, как оно там лучше у нас получится. Ну что же. Угу. Теперь я выкладываю саму эту елку, хоть самой бы посмотреть, как она будет. Так, здесь где-то что-то нужно подрезать, лишние детали. Вот. И выкладываю так. Угу. О да. Угу. Выше, выше, выше. Получается, как пирамидка. Кстати, неплохо смотрится. И тут вот что вы с ней делаете, да? Ну вот как всегда. Угу. Выкладываю заново. Так, должно получиться более-менее ничего. Все, хорошо. То есть, в принципе, выполнимо. Все ровное, похоже. Ну, а теперь каждую палочку я выкладываю и уже произвожу видеозапись. Угу. Вот, записываю так. Но потом как-то мозг подсказывает, что нужно на какие-то узелки. Потому что так держаться эта конструкция не будет. Угу. Поэтому Кузя всегда говорит, ребята, у меня получилось так, а у вас получится еще гораздо лучше. Ром, на елку похоже? Да что-то как-то не очень. Поддержка моих друзей. Это должно быть похоже на елку. Ну, это делаешь, может. Ладно, тогда будем ее украшать. Слушай, надо ее повесить. Ну, а как ее повесить? Надо гвоздик прибить на стену. Ну, что? По-другому никак не получается. Да-да-да. Так, ну что? Ну, посмотрите. Ну, получается елка. Конечно же, теперь ее нужно будет украшать. Достала я все свои близлежащие новогодние игрушки елочные. И теперь буду это дело наряжать. Пытаться сделать праздник. Так, повесим снеговичка. Вот такого симпатичного. Ага, держится. Отлично. Ну, и то, что я смогла найти. Основные игрушки еще слишком далеко упрятаны. Так. Но, что я вам хочу сказать. Украшала я игрушками. И что-то мне не очень понравилось. И тут я решила, а если сделать такую экологическую елку, которая сделана полностью из природных материалов, в том числе и украшения. Так, шишки, деревянные палочки. У меня были кое-какие деревянные игрушки. Тоже группа поддержки. Вот. И что же у нас получается. В общем, решила я сделать так, что в видео будет два варианта украшения вот этой елки. Вот такая экологически чистая. И ребятам предложены с елочными игрушками. Ну, а теперь непосредственно сам монтаж. Программ для монтажа видео огромное количество. Пробовала несколько, но я остановилась на программе Мавайя. Мне с этой программой комфортно, удобно. Все понятно. Где-то убыстряешь, где-то обрезаешь. И получается довольно-таки неплохо. Хотя, эта программа даже быстрее освоил мой сын. И он подсказывает мне огромное количество новых штучек. Хотя я уже в ней работаю несколько месяцев. И даже их не знала. Вот. Программа интересная. Попробуйте. Ну, может быть, у вас есть своя, которая вам больше нравится. Почему самый веселый? Да потому. Как бы ты ни старался, но всегда что-то тебе помешает. Хотя сейчас вы все поубедите сами. И, конечно же, вам, ребята, понадобится что? Вот и такие ножницы. Это называется секатор. Ну, и обычные ножницы. Итак, будем раскладывать палочки. Вот так. Одну за другой. Ну, как пирамидку собирать. Ну, вы же все собирали пирамидку. Вот она какая красивая у нас получается. Вот. Выложили. А теперь будем что делать с вами? Завязывать на ней узелки. Как на чем? Как на кроссовках. Как на ботинках. А, причем без кроссовки и ботинки. Так. Основили. Основили. Так. Угу. Ну, а теперь давайте завязывать вот такие узелочки хорошенькие. Палочку рядом друг с другом. Вот так вот. А, если у вас не будет получаться, тогда позовите маму или папу. Но я уверена, что узелки вы завязываете лучшие всех. Ну, что, вот наша елочка уже превращается во что? Блин, какая елочка. Мы еще не знаем, что это елочка. Ну, и теперь что у нас с вами получается? А, это похоже на такую веревочную лестницу. Но нет, вот мы под ними посмотрим, на что похоже на елочку. Как мы из нее сделаем красавицу? Теперь мы будем ее... Как мы знаем, что это наша елочка? Как мы будем делать нашу елочку, красавица? Конечно же, будем наряжать. Доставайте скорее ваши... Доставайте наши новогод... Наша что? Доставайте скорее ваши новогодние игрушки, все какие есть, и будем наряжать. Вот смотрите, у меня есть котик. У меня есть... Вот смотрите, у меня есть котик, у меня есть снеговичок. Вон он, какой красивый. А еще можно добавить мишуру. Такую нарядную, такую замечательную. А теперь посмотрим, что же в итоге у нас получилось. КОДБ и Кузя представляют. А, ребята, скоро Новый год. Смотрите, что я сходил в лес и нашел. Палочки лежали. Так, а еще я возьму вот такую коричневую веревочку. А еще я возьму вот такую штуку, это называется секатор. Ну или просто можно взять толстые-толстые ножницы. Итак, смотрите, вот эти вот палочки разной длины я выкладываю как пирамидку. Вот какая лесенка получается красивая. Ну, узнали на что похоже. Ну-ка, смотрите, 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 а вот так, ну, конечно, это похоже на пирамидку. Нет, это у нас будет елочка. Итак, смотрите, теперь каждую палочку между собой мы будем связывать вот этой веревкой. Ну что, аккуратненько вот так вот на каждую палочку узелок, узелок. И получится у нас что? Ну-ка, посмотрите. Ну что, 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 конечно, вы уже знаете. Получится вот такая вот деревянная лесенка, как на морском корабле. Но нет, не забывайте, что это у нас будет елка. Ну что, думаете, совсем не похоже? Не переживайте, делайте все, как я вам показываю, и все у вас получится. Итак, последние узелки мы затягиваем. Итак, поднимаем. Это елка. Но еще не настоящая. Итак, ребята, давайте достанем игрушки и попробуем ее украсить вашими любимыми игрушками елочными. Так, вот смотрите, и котенок, и снеговичок, и елочка. Ой, даже грибок у меня попался. Ну, чего-то не хватает. Конечно, красные звездочки. Ну, красота. Это один вариант нашей елочки. А еще, ну так, смотрю, что-то не хватает. Вот, вот, ну конечно же. Кто-то хочет мишуру, кто-то хочет дождик. Можно конфетти. И самое главное, она у нас какая? Настоящая, натуральная и красивая висит елочка. Елочка, да? Мы не срубили ее, а мы сделали ее из того, что у нас есть. Ну, а если не хотите мишуры, хотите сделать самую-самую натуральную, посмотрите, только шишки и только деревянные настоящие игрушки. Ну что, ребята, красота, ну правда ведь, ну красиво. С Новым Годом! Рыжая красавица, вот тебе рыжего фломастера. Так, а вот оленю я решил нос. Ой, не оленю. Вот, вот как круто. Рыжая красавица, вот тебе рыжая красавица. Рыжая красавица. Рыжая красавица.